Это видео я хочу посвятить теме акриловой красы, которые я использую в своих работах и что можно использовать для техники жидкостного рисования. Если вы загляните в магазин, выбор, конечно, колоссальный, большой и по цене, и по качеству. Хотя, если вы не профессиональный художник, в качестве разобраться довольно-таки сложно. Поэтому я буду рассказывать о самых, скажем, дешевых и простых методах для начинающих, потому что чем больше у вас возникает профессионализм, если вы продаете, например, свои работы, тем, конечно, вы можете позволять себе покупать более дорогие краски. Я начинала рисование с масла, потом перешла на акрил, потом опять на масло, потом опять на акрил, потому что акрил казался мне довольно странным, он растворяется в воде, и в то же время он его можно накладывать как масло, а он имеет свои особые свойства, что краски могут поглощать друг друга, что не наблюдается как бы такого при рисовании маслом. В то же время акрил очень быстро сохнет, и это его большое преимущество, что над картиной можно работать в день и при этом иметь уже готовый вариант с маслом, такой вариант невозможен, или же нужно добавлять специальные добавки, растворители в масляной краске, чтобы они быстро сохли. Но для всех начинающих, что я предлагаю? Есть дешевые, недорогие наборы, значит, красок, акриловых красок, которые, скажем, ну, могут быть разные по вязкости и текстуре, то есть жидкие, полужидкие, вот, или, скажем, даже твердые. Все они могут пригодиться в рисовании, значит, технологии, техникой жидкостного рисования. И, скажем, для начинающих можно набирать вот такие наборы готовые. Есть 12 красок, есть 24. Цена зависит от производителя. Есть школьные наборы, скажем, они уже жидкие, то есть очень такие, скажем, дешевые. Их можно растворять наполовину с растворителем. Собственно говоря, сколько нужно растворителя, значит, для жидких красок, значит, обычно берется половину растворителя, то есть вот этой, может быть, микс, микстура растворителя, и половину, значит, по величину, по объему, половину краски. Вот такие готовые, они удобные, они недорогие, и, скажем, на них можно тренироваться, пробовать. Хотя эффект, который, например, вы бы хотели получить, может оказаться не тот, потому что, опять же, все зависит и от текучести, и вязкости, и многих других характеристик красок. Есть готовые наборы, например, уже подобранные. Я просто взяла, мне нравится вот этот цвет, вот это такая, скажем, подборка. И, в принципе, они удобны тем, что достаточно добавить только, как они написаны, добавить только растворитель. И эта компания создает же растворитель, поэтому я попробую именно с их растворителем. Вот, и есть вот такой набор уже более контрастный, но тоже интересный, и, в принципе, посмотрим, что из этого получится. Инструкция здесь уже написана, как что, поэтому, ну, будем, так сказать, пробовать. Но также есть чернила, инк, чернила, которые выпускаются в таких вот стеклянных, они очень концентрированы, и для растворителя нужно буквально несколько капель, вот несколько капель, очень жидкие. Вот, собственно говоря, вот эти растворители убирал мой Ленечка, мой внук. Ему очень нравится вот золотой и серебряный цвет, поэтому металлический. Но самое интересное, что начинаем-то мы довольно часто нашу работу с подготовки полотна, и вот многие не упоминают о том, что есть такой вот материал, как Геса. Это тоже, что и праймер, например, и есть разных расцветок, в основном основные, как бы, есть цвета, там, черный, синий, красный, вот, это белый. И, собственно говоря, эти, этот материал помогает нам подготовить полотно, если мы хотим получить лучшую поверхность, и потом уже пользоваться этими красками. Также многие, скажем, в жидкостной технологии используются очень часто много белого или черного, черных, или темных красок, например, черные, да. И, собственно говоря, вот белый можно купить академический акририк. Это как раз, он недорогой, это не супер качество, но потому что реально профессиональные краски стоят, вот такая баночка, скажем, стоит там 40-50 долларов. Этот вес стоит где-то около 30, может, даже меньше, уже не помню. Но, поскольку его много, можно использовать как раз не жалея и пробуя разводить даже краски, чтобы получать определенную консистенцию. Значит, если у вас есть старые краски, как у меня, например, они более твердые, но они не твердые, они фактически полумягкая, высокая вискозность, то их тоже можно использовать, но тогда нужно больше растворителя. И, в принципе, очень важно, чтобы не было крупинок, потому что часто краски, когда лежат, возникают вот такие как бы затвердения, крупинки, и важно, чтобы это все растворялось. Я не выбрасывала, с этими красками я раньше работала, у меня их достаточно, они все нормальные, то есть они мягкие, им, как говорится, единицы, наверное, пересохли, но остальные все нормальные. Поэтому я буду пользоваться этими красками тоже, хотя на данном этапе у меня достаточно материала, и это далеко не все, чем я владею, но я просто говорю, как для начинающих, это, наверное, вот можно начать с одного набора, с этого или с этого, и можно начать даже с нескольких красок, просто попробовать не распыляться финансово, пока вы не достигнете определенных каких-то моментов, которые вам нравятся. И, конечно же, помимо целой корзины кисточек различной толщины и формы, есть вот такие недорогие лопатки, шпателя, вот, которыми можно работать как раз вот с праймером, или с более, скажем, такими толстым слоем, более такими тягучими красками, вот, потому что, опять же, праймер, гастота праймера дает нам разную консистенцию краски, иногда она просто, ее нужно размазывать, а не разливать. Это тоже хороший вот вариант работы, поэтому никогда не помешает. Так что, пожалуй, вот это все, и спасибо вам за внимание, если нравится, смотрите дальше. До скорой встречи в эфире!